27 февраля церковь чтит память равноапостольного Кирилла, учителя славянского. Святой равноапостольный Кирилл до принятия схемы Константин и старший брат его Мефодий жили в IX веке. Их родной город Солунь, современные Солоники, располагался на стыке двух культур – византийской и славянской. В городе проживало множество славян, так что славянский язык был святому Кириллу знаком с детства. Константин получил блестящее образование. С 14 лет он воспитывался в Константинополе вместе с сыном императора, был обучен всем эллинским наукам и знал несколько языков. Константин отказался от выгодного брака, рано принял священнический сан и стал библиотекарем храма Святой Софии. Затем в поиске уединения он удалился на гору Олимп к своему старшему брату Мефодию. В 862 году Моравский князь обратился к византийскому императору с просьбой прислать ему такого учителя, который бы на славянском языке проповедовал народу истинную веру. Святые Кирилл и Мефодий отправляются в путь. По откровению Божию они вели богослужения на славянском языке. Для этого составили первую славянскую азбуку и перевели Евангелие, Апостол, Псалтирь и многие богослужебные книги. Затем святые братья были вызваны в Рим и там приняты с великой честью, так как привезли с собой мощи священномученика Климента Папы Римского. По природе слабый, святой Кирилл вскоре заболел и приняв схему, 27 февраля 869 года скончался в возрасте 42 лет. Также в этот день церковь молитвенно празднует память святых двенадцати греков, строителей Соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры. Когда число монахов Киево-Печерского монастыря весьма возросло и преподобный Феодосий решил построить большую каменную церковь в честь Успения Богородицы, Пречистая сама позаботилась о строительстве и украшении нового храма. В 1073 году в Киев из далекого Константинополя, славившегося своими благолепными храмами, прибыли четыре знатных и опытных строителей каменных зданий. Найдя Печерский монастырь, они вошли к святым Антонию и Феодосию и спросили, где же хотите начать строить церковь? Святые, видя их в первый раз, ответили, что место еще не выбрано. Зодчие удивились, как же так, вы знаете время своей смерти, но до сих пор не назначили место для строительства храма, на которое дали нам столько золота. Когда собралась вся братья монастыря, зодчие рассказали, что более месяца назад, ранним утром, в дом каждого из них пришли некие благообразные юноши и сказали, зовет вас царица во Влахерну. Придя, куда было указано, зодчие действительно увидели окруженную воинами царицу. Рядом с ней стояли и преподобные Антоний и Феодосий. Царица повелела строителям отправиться вместе с преподобными в Киев и воздвигнуть там храм. Она вручила зодчим икону Успения Богородицы, а также частицы мощей святых мучеников для положения в основании церкви. Антоний же и Феодосий выдали им царицы на золото. Тогда же мастерам было показано, каким должен быть храм, и царица сказала, что святой Антоний умрет вскоре после закладки церкви о Феодосии на второй год. После этого, по словам зодчих, Антоний и Феодосий уплыли на корабле. Сами же строители пробыли дома месяц и затем также отправились в Киев. И вот спустя 10 дней плавания они здесь. Услышав рассказ зодчих, все прославили Бога и Царицу Небесную, осознав, что она-то и явилась греком. Место для основания храма указал сам Господь. По молитве преподобного Антония, сначала вокруг того места выпала роса, когда оно само оставалось сухим. На следующее утро произошло наоборот. В третий же день на то место сошел с неба огонь. Храм возводили три года. Завершили строительство после смерти Антония и Феодосия при святом Игумене Стефании. Спустя еще семь лет в Печерский монастырь прибыли из Константинополя восемь иконописцев и стали требовать встречи с монахами, с которыми у них было установлено расписать церковь. Мастера предприняли долгий путь, а храм оказался намного больше, чем договаривались, потому иконописцы хотели вернуть золото и возвратиться домой. Они описали внешность монахов, с которыми виделись в Константинополе и даже назвали их имена – Антонии и Феодосии. Тогда преподобный Игумен Никон сказал, что те уже давно умерли и показал икону преподобных Антония и Феодосия. Греки узнали изображенных на иконе и придя в благоговейный трепет, остались расписывать храм. Их учеником и помощником в этом деле стал первый древнерусский иконописец преподобный Алипий Печерский. И каменно-зодчие и иконописцы приняли в Печерской обители пострих и провели в ней остаток жизни. Все они своими подвигами и прилежанием в стяжании добродетелей достигли святости. Мощи 12 преподобных строителей Успенской Церкви почивают в ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.